Дорогие друзья, разве не прекрасно осознавать, что вы являетесь частью семьи Божьей? Об этом сегодняшнее обетование 1 Иоанна, 3 глава и стих 1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Как последователь Христа, вы являетесь частью семьи, которая охватывает поколения и охватывает каждый уголок мира – семья Бога. У Него большая и разнообразная семья. Она простирается по всему земному шару – от больших городских мега-церквей до небольших домашних церквей. У Бога разнообразная семья. Люди из всех слоев общества, из разных рас, стран и культур – все составляют семью Божьей. И в этой всемирной семье Бога есть что-то особенное. Я побывал во многих странах мира, и где бы я ни был, каждый раз, когда я встречал своего собрата по вере, я знал, что он член моей семьи, потому что семья Божья выходит за пределы языка, традиций или географических границ. Вера во Христа – это то, что объединяет всех членов Божьей семьи. Только те, кто отдали свою жизнь Иисусу и называют Его Спасителем и Господом, являются частью этой семьи Божьей. «Невероятная любовь Бога создала такую семью, и мне нравится современный перевод нашего текста. Смотрите, как сильно любит наш Отец, если мы вправе называться детьми Его». «Бог изливал и продолжал изливать свою любовь на нас с тобою». Это дар, который, будучи однажды дан, никогда не может быть возвращен. Когда вы ответите Ему с верой, Он привлечет вас к себе и назовет вас своим детьми. Иногда может показаться, что вы единственный, кто служит Господу. Вы можете чувствовать, что вы единственный человек, который действительно ищет Бога. Однако, позвольте мне напомнить вам сегодня, что у вас есть духовные члены семьи по всему вашему городу или же по всему даже миру. Мы – наследники Царства Божьего. Мы призваны быть святыми и праведными представителями Божьей семьи. Мир никогда не принимал Иисуса, поэтому мы никогда не должны ожидать, что мир примет нас. Однажды, когда Христос вернется, у нас будет другая гигантская семья, воссоединенная Богом. И мы будем прославлять Господа Иисуса на брачном празднике Агнца и встречаться с членами семьи со всего мира и во все времена. Как члены семьи Божьей мы проведем вместе вечность. Взгляните на это обетование еще раз. Первое послание Иоанна, 3 глава и стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Это обетование дает мне уверенность в том, что я – часть семьи Божьей. Я напоминаю себе, что у меня есть родственник по всему миру. И когда Иисус вернется, я встречусь со всеми остальными членами моей семьи и буду праздновать вечное Царство Божье. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok